Благодарю вас за то, что у нас сегодня есть возможность поработать вместе. Спасибо вам за профессиональную подачу темы. Вы изначально всех людей просто настроили, чтобы они сидели у компьютеров, у телефонов. И это действительно изначально, и люди были в процессе, было видно по чату, это здорово. И я продолжаю эту тему, которую начала Екатерина, потому что она продолжает то, о чем сейчас говорила Екатерина. И давайте еще раз поблагодарим бурными аплодисментами Екатерину за такую активную работу, за подарки, которые мы ждем в конце нашего заключительного, нашей встречи. Давайте еще раз бурные аплодисменты Екатерине за ее великолепную подачу. Да, аплодисменты идут в чате, вижу. Отлично. Я тоже аплодирую. Хорошо, тогда переходим к моей части. Она не такая большая будет, как было и у Екатерины. Поэтому осталось чуть-чуть. И моя задача сегодня в своем выступлении – передать вам, дорогие друзья, дорогие коллеги, свой опыт, свои навыки, то, что я использую для создания, развития, роста своего комьюнити, в разных городах, в разных странах, будь то продвижение бизнеса, будь то продвижение продукта или сессии, то есть идеи. И этот способ, этот опыт, он дает мне результаты. Как сказала Екатерина, то, что в свое время я работала в банке, в банке я уже давно не работаю, вот, и там я приобрела очень хороший навык, потому что был хороший рост от менеджера до руководителя, и мне, как человеку главному в своем отделении, нужно было знать ответы на все вопросы. Вот. И мне нужно было научиться, мне нужно было научиться находить информацию, систематизировать и, соответственно, ей пользоваться и передавать своим подчиненным. Вот. И я этот опыт перенесла на проект Project V, которым я занимаюсь, и мне это очень нравится. Вот. Этот инструмент очень классный, вот, лично для меня, да, и кому сегодня он понравится и будет симпатичен, то вы с удовольствием пользуетесь им, я буду только очень рада, и если он будет вам приносить еще и результаты, результаты от этого, то я, конечно, буду рада вообще вдвойне. Вот. Итак, давайте следующий слайд. Вот на сегодняшний день я пользуюсь телефоном, наверное, 99%, то есть смартфоном, и 1% компьютером, то есть ноутбук или это стационарный компьютер. И вообще, глядя вот на людей, вот на улице, где-то в гостях бывая, в разговорах с друзьями, такое ощущение, что смартфон сегодня вообще вымещает стационарный компьютер, ноутбуки, и такое ощущение, что, ну, буквально все сидят в этих телефонах, ну, среди молодежи точно. Вот. И я скажу, что это все, я скажу, что по сравнению с компьютером, да, который стоит в одном месте, то с телефоном это очень удобно, очень мобильно, ты перемещаешься везде, твой телефон с тобой, это очень просто, это очень легко, это очень быстро, это очень оперативно. И вот что для меня лично, мой телефон, мой смартфон, да, это, конечно, связь с миром, да, связь с людьми, это также для меня и фотоаппарат, и видеокамера, и это и флешка, это хобби, потому что сейчас есть разные приложения, в которых можно и читать, и слушать музыку, и кино смотреть, и языки изучать, и различные мессенджеры, ну, много всего интересного, но также это и бизнес в кармане, да, то есть, ну, вот как наш смартфон использовать так, чтобы он нам приносил максимальную пользу для нашего бизнеса, да, независимую, раз, раз, меня, да, извиняюсь, был звонок, да, и я остановилась на том, как же сделать так, чтобы свой смартфон максимально сделать так, чтобы он приносил максимальную пользу для нашего бизнеса, раз мы занимаемся проектом Project V, кто-то, может быть, это и Coffee Sell, да, то есть, и другой проект, это можно, в принципе, этот инструмент вложить на любой проект в нашей, в нашем альянсе, и что же я придумала, это также собрать и систематизировать информацию, что касается проекта Project V, которым я в основном и занимаюсь, да, то есть, какую информацию собрать, то есть, о компании, о продукции, о бизнес-предложении, о продуктах, о результатах, то есть, ту информацию, которая будет помогать и помогает мне и моему комьюнити продвигать компанию, продвигать продукт, продвигать бизнес, то есть, и это все собирается в вашем телефоне, просто в папке. Вот у меня лично это собрано в папках. Но есть и другой способ. Почему говорю, что есть и другой способ? Потому что телефоны бывают разные. Бывает большого размера, а бывает маленького размера. И на нем неудобно, может, там что-то создавать. Да, может быть, кто-то там не приловчится создавать в телефоне. Это можно создать на флешке. То есть есть в продаже такие флешки, которые имеют двухсторонние наконечники. То есть она вставляется у нас в стандартный разъем, а вторая она вставляется в телефон. То есть под каждую модель телефона. Если у вас есть флешка, но без вот этого разъема можно купить переходник. То есть можно информацию загрузить себе на флешку. Вот у меня в телефоне. И таким образом загрузив один раз информацию, которая единая, стандартная. То есть у нас же каждый день она не придумывается, какая-то новая. То есть нужно просто один раз посидеть, подумать, как мы будем преподносить бизнес, то есть продукт, компанию, президента. То есть загрузить какие-то слайды, загрузить какие-то, не знаю, там графики, загрузить какие-то видео. То есть то, что можно много раз показывать многим людям. То есть один какой-то, ну, допустим, даже одно видео, которое загружено в телефоне, которое вот было в начале у нас перед нашим встречей, которое рассказывает, что из нас представляет компания. То есть находясь на какой-то встрече, мы это видео можно включить. То есть на каждой встрече мы можем включать это видео. Это видео мы можем пересылать по WhatsApp, по другим мессенджерам. То есть если вот нужно, ну, спрашиваю, да, ну, а что представляет у вас ваша компания? То есть давайте видео отправлю, ты посмотришь, и уже потом поделишься впечатлениями, как тебе, да, какие вообще ощущения. Вот. И на каждый момент, еще раз повторюсь, по бизнесу, по продукту, по компании, можно все загрузить в телефон соответствующей папке. Как это делаю, я покажу чуть позже на слайде. Вот. И вот для меня это очень удобно, потому что я очень много общаюсь с людьми в WhatsApp. Конечно, это не отменяет личную встречу. Нет, конечно. Вот. Конечно, она в приоритете, когда люди встречаются и обмениваются этими эмоциями, ощущениями, да, друг к другу. Это, конечно, это на первом месте. Но мы столкнулись все с моментом пандемии, самоизоляции, и сейчас как раз этот инструмент, он как раз в ход. Да, то есть, ну, допустим, даже продвинуть продукт, например, Detox D, да, то есть человек говорит, ну, а что за продукт? Ты как бы расскажи мне. Ты можешь отправить слайды, которые ты однажды продумал, как вкусно преподнести этот продукт, ты ему отправляешь, он читает, и уже как бы этот слайд уже делают работу. Вот. И я могу сказать, что у меня есть люди, с которыми мы в WhatsApp переписываемся, и мы даже не слышали друг друга. Ну, таким образом люди заказывают продукт, послав им определенные слайды, послав ему определенные результаты, то есть даже есть такие моменты. Вот. Зачем это делать, да? То есть, ну, я понимаю момент, то, что если вы не загрузите там видео, слайды, да, там, не сделаете их, это не говорит о том, что, допустим, ну, ничего не состоится. Нет, конечно, и мы знаем огромное количество примеров, когда начинался Vision, когда не было смартфонов, были кнопочные телефоны, и люди строили, создавали, развивали, растили комьюнити, и очень хорошо. Вот. Это просто, наверное, веяние времени, потому что сегодня все сидят в смартфонах, WhatsApp, Viber, и пересылка всяких фоток, видео. Ну, вот среди молодежи сегодня это очень популярно. Все знают приложение Instagram, которое основано там фотки выкладывают, видео выкладывают. И вот моя аудитория, которая молодежь, когда им отправляешь, ну, там, о продукте, о бизнесе, то они по-другому воспринимают, чем если я вот голосом им говорю. Они говорят, ты отправь что-нибудь посмотреть. Ну, как будет время, мы посмотрим. Вот. Зачем это делать? Это для того, чтобы быстро искать информацию и пересылать ее. Это, конечно, экономия времени, потому что вы один раз посидели, подумали, да, то есть как вкусно преподнести ту или иную информацию, да, то есть фотками, там, текст можно написать, это слайдом сделать. Вот. И на это не затрачивается время, чтобы сидеть, допустим, рассказывать, вот, что это за продукт. Ну, да, люди есть разные. Кому-то надо рассказать, кому-то нужно достаточно отправить, то есть и в своих, в своем комьюнити, да, то есть в клиентской части, то есть, ну, как бы есть разные люди, да. Вот. И, конечно, быстро съедают сильных, когда человек говорит, ты мне там отправь посмотреть или там мне нужно, я не знаю, сделать заказ, ты отправь мне подробнее про этот продукт. То есть вот эта быстрота, она тоже имеет место быть. Давайте же посмотрим, как я это делаю в своем смартфоне. Здесь еще зависит от того, какой у вас смартфон, да, что за марка, что там, какая у вас память. Это тоже имеет значение. Вот. Мой телефон предполагает, что я могу создавать папки, под папки, под под папки. То есть я могу аранжировать эту информацию полностью в своем телефоне, куда грузится и видео, и слайды, и фотки. В общем говоря, все туда грузится. Вот. И я сделала аранжирование, да, где у меня есть папка Project V, в которой у меня находится там о компании, о президенте, промоушены компании, путешествия с компаниями, промоушены от спонсоров. То есть вся папка Kickward, в общем, все систематизируется по той информации, к которой она относится. Допустим, берем папку продукт, да, то есть есть у нее под папка, где располагается Classic Hit, Derek Hit, там, аксессуары, напитки. И в каждой папке лежит своя информация с фоткой, да, то есть когда я могу отправить человеку и сказать, как бы, вот, что это из себя представляет. Ну, даже проговорив с человеком по телефону или аудиосообщение ему отправив, я все равно подкрепляю какими-то слайдами. Потому что мы проговорили, как бы, это может забыться, да, то есть он как ушел в свои дела, отвлекся, а здесь у него сохранилось это, то есть он в любой момент может вернуться, да, то есть он может переслать другому человеку. То есть если ему это неинтересно, я говорю, ну, а есть в твоем окружении люди, кому это может быть интересно. Ты можешь просто пересыл это сделать. Вот. И такие же случаи тоже бывают. Вот. И вот смотрите, есть подпапки, да, то есть которые ранжируются по нашей продуктовой корзине. Если мы зайдем в подпапку Classic Hit, то здесь у меня находится информация по каждому продукту, вот, и, в общем говоря, когда нужно что-то продвигать, да, какой-то продукт или Classic Hit и все вместе, да, то, соответственно, это можно использовать. Следующий момент – это, вот я про что говорила, папка Project V, в которой у меня находятся фотографии, видео, да, то есть какие-то факты того, что сегодня это, допустим, не знаю, там, индустрия находится в развитии, да, то есть и будет расти. То есть есть команда Freedom, офисы, прайс-лист, где мы представлены в журналах, события компании, промоушены, продукты того, чего мы ждем, Кикфорд-сессия, то есть смотря какую тему мы затрагиваем с человеком, с которым мы ведем беседу, вот эти беседы, они все находятся на разной стадии, да, то есть кто-то быстро созревает, кто-то не быстро созревает, кому-то нужно поливать, чтобы этот цветок раскрылся и зацвел, вот. И вот эта информация, которая находится в телефоне, она вся, ну, кому-то что-то уходит. Ну, допустим, даже возьмем момент, мы перемещаемся, не знаю, там, летим, допустим, на ГУА, да, то есть у вас в телефоне находится вся информация, и даже познакомившись с человеком в аэропорту, вы уже можете что-то наглядное ему показать, представить, то есть это будет такая, ну, полная коммуникация, а не то, что я там, я тебе позвоню, там, давай созвонимся. То есть это уже, как бы, такая быстрота предоставления твоей идеи, да, то есть, ну, как бы, пока человеку рассказываешь, он такой во внимании, такой горячий, и ты ему здесь раз, и, в общем говоря, показываешь то, что необходимо. Так, это следующий момент, да, и если подвести итогу вот этого инструмента, ну, вот лично про себя скажу, вот для меня это очень удобно, потому что, еще раз повторяю, что ты один раз подумал над каким-то продуктом, да, то есть описал его красиво, сделал фотографию красиво, раз загрузил в эту папку, все, тебе уже не надо думать, потому что завтра его состав и свойства не поменяются. Допустим, приложение сессия, ну, да, происходят какие-то изменения, но они не так быстро происходят, изменения по этому приложению, поэтому есть какие-то моменты, которых тоже можно запечатлеть, я не знаю, в тексте, которые можно фиксировать в блокноте или сделать слайд, да, то есть или видео сделать, да, со своего же смартфона, то есть как это, что это, что за приложение, показать, сделать видео, как, ну, как каждый день люди покупают наш продукт с чеками, да, то есть ты листаешь, видео снимает, ты ему отправляешь, говоришь, смотри, как у нас сегодня пользуется спросом наш продукт, вот, и так можно делать по каждому моменту, да, то есть по бизнесу, по продукту, по компании, по путешествиям, да, фотки можно загрузить с наших путешествий, показать, как они проходят, зажечь человека, да, то есть вот, также можно маркетинг-план отправлять, то есть я своему комьюнити тоже и в слайдах пересылаю более подробно разложенный маркетинг-план, то есть и, ну, вот, лично для меня это очень удобно, и ко мне обращаются участники моего комьюнити, вот, что я вот не могу там рассказать, вот еду к человеку, я говорю, давайте сейчас результатов скину, да, то есть которые вот у меня находятся в папках, именно по той проблеме, я говорю, ты с них и начинай, говорит, окей, все, информация переслана, соответственно, процесс пошел, вот, ну, в общем говоря, кому как, но мне нравится, если вам нравится, то вы тоже можете создать такой же инструмент для себя, для своего комьюнити, и как раз это очень дублицируемо, пересыл, вы составили, переслали, ваше комьюнити это имеют, да, то есть эти слайды, и также дальше пересылают, и вот, в общем говоря, информация побежала по всему миру, вот. И следующий момент, про что мы с Екатериной разговаривали до создания нашего, нашей встречи, нашего вебинара, по поводу планирования, то есть я делаю свое планирование, и с удовольствием поделюсь, если кому-то понравится, с удовольствием пользуйтесь, но вот лично мне оно очень нравится, которое, оно систематизирует в голове именно планы на месяц, да, то есть по которым ты шаг за шагом идешь, вот, сказать, что, ну, ты вот записал, да, и, допустим, что-то у тебя, ну, не сбылось, да, и ты думаешь, вот, написал, а у меня не сбылось, значит, это не работает. Нет, конечно, у меня такое бывает, но, несмотря на это, мы все равно не останавливаемся шаг за шагом, в следующий месяц опять прописываем, да, то же самое, и с течением времени получается то, что ты запланировал, да, то есть какие-то я к тому, что какие-то расхождения могут быть, вот. И по поводу планирования, как я это делаю, то есть есть события от компании на один год, то есть у меня есть планирование, я не в телефоне делаю, хотя это можно и в телефоне делать, но мне это неудобно, то есть у меня есть отдельная папка, которую я периодически, да, просматриваю и каждый день, вот, и там, естественно, распланированы цифры, по которым я двигаюсь, вот. И вот семь блистков, наверное, так сказать, да, то есть семь схем, которые я заполняю. Первое это события от компании, которые происходят на один год, это когда нам компания дает, когда нам компания дает свои планы. То есть то я прописываю даты, да, сейчас мы так, события, город, где это будет проходить, дата квалификации, которая необходима для пополнения участия и количество моих людей, которые, с которыми мы планируем принятие участия в этом событии. Так, следующее, это личный рост по сети на один год. То есть это когда планируется месяца, так, сейчас я открою как раз у себя, да, планируется месяца и есть соответствующие графы, по которым двигаться. То есть эти графы вы можете сами себе придумать, какие они будут. То есть, соответственно, здесь в данном слайде, в моем, да, то есть указано количество подключенных сессий, товарооборот первой линии, товарооборот с первой по шестой линии, товарооборот в сети, бронч-волиум, квалификация и чек. То есть, ну, я думаю, наверное, такие важные такие обозначения в этой таблице. Вот, далее. Ну, я также делаю такую же таблицу по продажам. То есть на каждый месяц, плюс там количество новых клиентов, количество старых клиентов, на какую там сумму куплено, какой там доход получен. То есть такая тоже есть у меня табличка. Бизнес-план на месяц. Так, бизнес-план на месяц. Это вот, вот то, что представлено. Это планирование квалификации, да, то есть лично. Так, сейчас, секунду, перелеснулось. Да, здесь также по количеству подключенных новых людей, сколько старых, кто старший консультант, кто VIP, кто выше VIP. То есть, ваш доход, ваша квалификация, какие события, главные события этого месяца. В зависимости от того, какие у вас планы, вы так и планируете. Следующий график – это доходы-расходы на месяц. Какие доходы планируете, какие расходы планируете. Следующее событие на месяц, которое проходит в офисе или которое проходит в интернете, по шахматке заполняете, да, чтобы понимать, куда нам ориентировать людей, ну, имейте в виду свое комьюнити, да, чтобы, ну, максимальное количество людей привести на это событие. Следующая – это схема квалификации на месяц, то, какую вы квалификацию планируете. Я это делаю вот так, и в каждый кружок я вписываю людей, которые старые, каких я планирую новые, свой личный объем, свой лично-групповой объем. То есть это все должно прописано быть в цифрах, то, что планируете, отталкиваясь от товарооборота, который вы хотите сделать, от количества людей, которых вы новых хотите подписать. Следующее – это план работы на месяц, это план работы по каждому дню. То есть наши ежедневные действия – это контакт телефона, звонки, встречи, да, и то, что нам привносит уже результат. Это подключенное приложение сессия, это активность человека, ну, это может быть также и продажа. Вот, то есть с вечера планируем завтрашний день, сколько мы планируем, в конце дня подводим итог, сколько по факту сделано, и таким образом, в зависимости от того, какую планируем квалификацию товарооборот, мы должны снизу и того посмотреть, то есть мы вписываем цифры, которые у нас по нашему плану, исходя из этого, мы рассчитываем, сколько нам нужно провести встреч, да, ну, по тем нашим действиям, которые нужно делать каждый день, контакты, телефоны, звонки, встречи, и это уже тоже в цифрах все просчитывается в зависимости от статистики 80-20, то есть вот если брать за цифру. Возможно, у кого-то статистика другая, возможно, она у кого-то там цифры другие, да, то есть может у кого-то 90 на 10, может у кого-то 50 на 50, может у кого-нибудь другие цифры, то есть и в зависимости от этого делается этот расчет. И есть такая еще шахматка, да, тысяча встреч, то есть в этой шахматке я заполняю, вычеркиваю, там, ну, вписываю да или нет, то есть тоже смотрю на эту статистику. Вот, и каждый месяц я провожу такое планирование, вот, кому-то комфортно, кому-то некомфортно, но вот лично для меня это меня систематизирует, дисциплинирует, вот, и мне это очень удобно, что ты ничего в голове не держишь, да, то есть ты не планируешь себе одну цифру, а в конце дня какая-то другая, там, третья не получилась, а здесь у тебя есть четкий план, то есть шаг за шагом, к чему мы идем. Вот, и как сказал Уоррен Баффет, идиот с планом может победить, гения без плана. Вот, поэтому, как бы, планирование, я думаю, это важная штука. Вот, я всегда, как бы, так себя тестирую, вот, если, допустим, я бы открыла крупный бизнес, да, оно имеется в виду с большими вложениями, ну, допустим, миллион, два, три, вот я бы планировала этот бизнес, то есть я бы сидела, просчитывала цифры, да, то есть на бумаге это все там, не знаю, в компьютере, то есть я бы эту работу свою планировала, я думаю, ну, конечно, ну, я же вложила такие огромные деньги, конечно бы я планировала эту работу. Вот, ну, может быть, от того, что у нас вложения не миллионы и не два, вот, иногда я вижу людей, которые не делают планирование, вот, и, может быть, не совсем это привычно, но просто если это ввести в привычку, да, сначала, может, один, два, три дня будет некомфортно, то есть нужно, как бы, себя заставить, ну, выработать вот эту привычку, которая формируется 21 день, и уже просто идет, как по накатанной, и это дисциплинирует тебя, да, то есть ты же, как бы, запланировал, цифры не сделаны, а завтра еще больше, вот, поэтому какой же будет подарок от меня, как сказала Екатерина, это шаблоны по вот этому планированию, я сейчас скину ссылку, где вы можете их себе скачать, они в документе, вы можете какие-то убрать, доставить себе эти графы, да, то есть в зависимости, что вам комфортно, что у вас в приоритетах, да, что... каждый человек индивидуален, я думаю, что в нашем деле планирование, оно тоже индивидуальное, по графам, на что налегает человек, да, смотря какие у него цели, вот, ну, в целом, как бы, как бы все, вот, и сейчас я хочу передать микрофон нашему замечательному спикеру Екатерине Мишиной, для того, чтобы мы завершили данное мероприятие.